МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами лицензируется. Естественно, связана с этим вся подготовительная работа, это и подготовка нормативной правовой базы, и сдача квалификационных экзаменов руководителям и управляющим компанией, создание лицензионной комиссии и, собственно говоря, проведение самого лицензирования. Естественно, также важнейшие были внесены изменения в жилищный кодекс, то есть в жилищное законодательство 176-м федеральным законом. Это и придание протоколу и решение общего собрания статуса официального документа, это и введение новой формы голосования собственниками многоквартирных домов, это очно-заочная форма голосования, это и законодательное разрешение оплаты вознаграждения Совета многоквартирных домов, председателя многоквартирных домов, собственно говоря, перевод общедомовых расходов над общедомовые нужды, так называемых ОДНов, в жилищную услугу, правда, эта норма вступает немножко позднее, с 1 апреля 2016 года, но тем не менее это было также установлено 176-м федеральным законом в текущем году. Также, конечно, год запомнился судебными процессами, у нас был сложный судебный процесс с ТГК-13, мы защищали права собственников, когда в начале года ресурсоснабжающая организация применила другой норматив для собственников помещения многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми переборами учета, то есть, соответственно, плата граждан резко возросла с 1 января 2015 года. Вот, и весь год мы провели судебные процессы, сначала проверки, потом мы выдавали предписания, соответственно, больше полугода были процессы в судах, третий арбитражный суд, вот сейчас уже по трем искам, поставил точку, собственно говоря, и в следующем году перерасчеты будут произведены. Сейчас ТГК должно было привести перерасчеты, но обратилась к нам, в связи с тем, что конец года, большие у них расчеты, большая работа проводится, и обратились к нам, чтобы они сделали все-таки до 20 февраля, эти все перерасчеты произвели и довели до собственников. Конечно, также еще и 70-летие победы у нас, также мы активное участие принимали, обращались к управляющим компаниям, работали совместно с управляющими компаниями, я их тоже благодарю за это. Более 30 ветеранам Великой Отечественной войны произведена та или иная помощь управляющими компаниями, это там замена смесителей, там каких-либо, у кого-то были даже поклеены, переклеены обои, покрашены там потолки, то есть косметическая работа, именно не общедомового имущества, а именно личного имущества для ветеранов было проведено, на кому-то раковины заменили, то есть управляющие компании многие очень активно откликнулись и провели эту работу. Ну и естественно, конечно, такой негативный момент тоже, госжилу инспекция не осталась в стороне, это у нас пожары 12 апреля, которые проведены, мы также принимали участие и в обследовании жилых домов, которые люди пострадали, и в дальнейшем участвовали в международных комиссиях по признанию этих домов непригодными для проживания, собственно говоря, и гуманитарную помощь собирали также и с помощью управляющих компаний, и следили за ходами строительства и так далее, и так далее, то есть вот такие вот вехи, так скажем, 15-го года и положительные, и негативные. Ну а на что чаще всего жаловались жители республики у нас? Сколько обращений вообще к вам поступило? У нас поступило более 2200 обращений граждан, на данный момент, на данный момент за 2000, это письменных обращений от граждан республики Хакаси по различным вопросам. Вот. Далее более 5000 обращений от органов прокуратуры, органов исполнительной власти, муниципалитетов различных, более 2600 мы дали устных консультаций, то есть либо по телефону, либо мы ведем, ежедневно мы ведем прием граждан у нас в жилищной инспекции в 109 кабинете, каждый руководитель, у меня все начальники отделов, заместитель мой и я, ежедневно с 4 до 6 проводим прием граждан. В 2015 году вот введено, вы уже говорили, лицензирование управляющих компаний, каковы его результаты в Хакаси, и вообще насколько эффективна оказалась эта мера по выявлению нерадивых управляющих компаний? Сложно сказать, насколько мера эффективна, но мы считаем, что мера в любом случае по лицензированию управляющих компаний эффективна. Выдано 91 лицензия управляющих компаниям, на данный момент сейчас у нас еще в работе 4 заявления от компаний, желающих зайти на этот рынок, и 30 декабря у нас заседание лицензионной комиссии очередное. Если в отношении этих управляющих компаний будут произведены соответствующие проверки, то мы выносим на лицензионную комиссию, лицензионная комиссия будет рассматривать еще 4 управляющих компаний. Собственно говоря, 109 проверок проведено в отношении лицензиатов. И, собственно говоря, мы считаем, что все-таки лицензирование очень положительно сказывается на работе управляющих компаний, на работе тех компаний, которые хотят должным образом добросовестно работать. Собственно говоря, по управлению общедомовым имуществом собственников, которые конструктивно пытаются работать с собственниками многоквартирных домов. Такие компании есть, однозначно есть, и которые стремятся все-таки вот этот вектор негатива в отношении ЖКХ изменить и работать с собственниками так, как это положено в соответствии с законом, не, наверное, какими-то моральными нормами. Хотя есть управляющие компании, которые не хотят все-таки перестраиваться, и, собственно говоря, с этими управляющими компаниями будем работать со всей строгостью закона и применять все законные меры для того, чтобы управляющие компании свои обязанности по управлению общедомовым имуществом и домами в должной мере осуществляли. Ну и о компаниях-нарушителях тогда поговорим немного. Какие вообще административные меры приняты в отношении их, и много ли наложено штрафов в этом году? Ну, у нас несколько статей сразу появилось в рамках лицензионного контроля. Это и 7.23.3, и 14.1.3, и 19.5. Это, собственно говоря, это ведение деятельности, предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление без лицензии, с нарушением лицензионных требований, ни выполнения, ни исполнения предписаний государственной жилищной инспекции законно. Штрафы значительно выросли, именно поэтому управляющие компании, многие уже стремятся даже не получать предписания, а, собственно говоря, когда им звонящий говорит, что там у вас какие-то нарушения, они уже до того, как у меня специалисты выходят и проводят проверку, стараются эти все нарушения исправить. То есть на предупреждение, так скажем, работа уже проводится. Хотя штрафы выросли значительно по вот этим статьям, то есть для юридических лиц штрафов, составляют от 150 до 500 тысяч рублей, на физических лиц штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, точнее, на не физических, а на должностных лиц. И на должностных лиц вплоть до дисквалификации, собственно говоря. Штрафы выросли басносновно, поэтому, собственно, управляющие компании стараются не допустить все-таки ни предписания, ни административное взыскание, чтобы эти штрафы не получать. Но вы проводите и конкурсы среди управляющих компаний. Что это за конкурсы и с какой целью? Да, действительно, конкурсы мы проводим среди управляющих компаний. Мы, единственное, в этом году не смогли у нас немножко, вот в связи с тем, что проходило лицензирование управляющих компаний, много ресурсов было потрачено на это, сил. Мы не смогли провести конкурс на самый страшный подъезд. Вот, собственно говоря, я думаю, в апреле месяце мы его начнем и где-нибудь там в мае его подведем итоги. Да, не стали мы его сейчас в конце года скомканно проводить. Вот. Но зато мы провели конкурс на лучшую управляющую компанию. То есть тоже обратились к управляющим компаниям, чтобы они как-то себя смогли заявить, о себе заявить, так скажем, заявить о том, какие они услуги проводят, насколько качественно проводят работы, что такие компании есть. То есть я, как уже раньше сказал, то есть изменить все-таки вектор и имидж управляющих компаний, что на самом деле, я вот еще раз их к собственникам обращаюсь, то есть на самом деле есть управляющие компании, которые действительно должным образом и со всей ответственностью подходят к управлению многоквартирным. Есть, конечно, управляющие компании, которые не могут еще перестроиться. Вот. Собственно говоря, и вот эти конкурсы мы проводим для того, вот на лучшую управляющую компанию, вот у нас будет буквально в пятницу, завтра подведение итогов, вот, именно для того, чтобы обратить внимание на лучшую управляющую компанию. Потому что рекламировать мы не можем, когда звонят, обращаются, вот порекомендуйте какую-то управляющую компанию, ту или иную. Мы рекомендовать не можем, это нарушение уже конкуренции, предпринимается, так сказать, иммунодзорный орган. Поэтому мы проводим конкурс и таким образом пытаемся обратить внимание собственников на управляющих компаний, которые, да, наиболее активно и качественно проводят свою работу по управлению многоквартирным домом. Ну и скоро начнутся новогодние каникулы. Будет ли инспекция держать руку на пульсе в празднике? Да, естественно, инспекция будет руку на пульсе держать. У нас на все новогодние праздничные дни, на все 10 дней закреплены должностные лица. Но все же главным здесь скрипку, так скажем, это главное управление МЧС по республике Хакасия, да, собственно говоря. Они аккумулируют на себе всю информацию, то есть любая информация, которая поступает в МЧС по тем или иным каким-то нештатным ситуациям, не то что там чрезвычайно даже нештатным ситуациям. По этим направлениям, собственно говоря, они привлекают различные органы исполнительной власти, муниципалитета, в том числе и в отношении, если многоквартирных домов будут какие-то нештатные ситуации, будут привлекаться государственная жилищная инспекция. И для этого у нас как раз определены на каждый день должностные лица, кто будет ответственным, кто будет привлекаться в случае той или иной нештатной ситуации. То есть в случае чего звонить в МЧС? Да, в случае чего звонить в МЧС, да, собственно говоря. Там у них единый, по-моему, телефон 299-233, да, и они привлекут и жилую инспекцию, если не будет необходимо. Ну и в преддверии Нового года и Рождества хотел бы поздравить собственников многоквартирных домов, всех жителей республики Хакасия, не только многоквартирных домов, с наступающим Новым годом, Рождеством. Пожелать всем тепла, уюта, благополучия в их домах, и пусть у них все сбудется в Новом году, все их мечты и желания. Спасибо большое за пожелания и за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Максим Виноградов, руководитель ГОЖИЛ инспекции Хакасия. Спасибо, что были с нами, еще увидимся.